Всем привет, мои хорошие! Сегодня видео посвящается у нас отбеливанию штанов. Ну, не только штанов, там еще, может быть, другие вещи я отбелю. Вот такие вот штаны. Это вот джинсы, но ткань, она такая стрейчевая. Они вот тянутся очень сильно, очень сильно стрейчевые такие. И вот на ощупь они даже, мне кажется, вот как прорезиненные какие-то. Я эти штаны хотела отбелить белизной, там где-то было пятнышко, я положила их в белизну. И они не побелели, а они стали частично желтыми. То есть, какие-то вот такие вот желтые разводы стали на нем. Но у меня есть такое подозрение, что это, вообще-то, может быть, были беленые штаны. И белизна съела эту краску белую, и они пожелтели. Но есть такое подозрение. А если это не так, то будем пробовать, я буду пробовать их отбелить. Ну, нашли мы рецепт в интернете. И сейчас по этому рецепту я буду пробовать их отбелить. Ну что, девочки, по нашему рецепту туда входит где-то четверть мыла хозяйственного. Я взяла его на крупной терке, натерла. Одна столовая ложка стирального порошка, одна столовая ложка соды. Добавим сюда. Так. Ну, я беру вот растительное масло, вот такое. Можно любое растительное масло, какое нравится. И две столовые ложки растительного масла сюда добавлю. Не знаю, почему растительное масло, но по рецепту так положено, значит пусть будет. Смягчает, говорят. Я взяла большую кастрюлю, закипятила воду, вот она только что закипела, я ее выключила. И туда я буду насыпать вот эту смесь. Сейчас в эту смесь я хочу добавить стакан горячей воды и все это размешать, чтобы растворилось все до однородной массы. Мыло тоже, чтобы растворилось. Наливаю сюда стакан кипятка, горячей воды. И сейчас я все это размешаю. Вот какие они сейчас. Мы, конечно, сравним, но вот может быть здесь не видно, но они желтые, кремовые какие-то. Ну вот вы видите, вода доведена до кипения. Я уже ее выключила. И сейчас я потихоньку буду вводить вот эту смесь. Сюда. Ну, мыло уже почти до конца растворилось, еще немножечко, чуть-чуть. Маленькие кусочки плавают, но я думаю, это ничего страшного, все равно надо будет брюки эти помешивать. Ну, а теперь я буду опускать сюда потихонечку брюки. Вообще, я считаю, что брюки эти не хлопок. Я не знаю, что это за материал. И я сказала дочке, что вообще в такие вещи в горячей воде не стираются. Синтетика это, или что, или стрейч. В горячую воду, в кипяток нельзя. Ну, она мне дала этот рецепт и сказала, делай этот рецепт, что будет, то будет. Не получится, выбросим брюки. Так что это вот такой экспериментик получается. И теперь надо, чтобы они полежали часов 5-7. Ну, будем ждать, будем смотреть, что дальше. Надо периодически помешивать, чтобы не было там пятен, чтобы равномерный, цвет был равномерным. Каким он будет, желтым, белым. Хотелось бы, чтобы побелели. Но посмотрим, проверим. Я закрою крышкой, чтобы оно быстро не остывало. Девочки, прошел примерно час, после того, как я вот положила это все сюда. Теперь я перенесла в кастрюлю в ванную, для того, чтобы мне удобнее было здесь это все перемешивать. Горячая, руками брать не море. Мне кажется, что вроде бы, они стали светлее. Но надо, еще главное, чтобы они еще равномерно побелели. Чтобы не было пятен, желтых. Ну, вот я помешала, и теперь пусть они стоят дальше. Ну, что бы и хорошие. В общем, прошло уже пять часов. Грюки побелели, вроде бы. Но, насколько это равномерно, наверное, будет видно тогда, когда они высохнут. Вроде я пятен не вижу. Они побелели буквально часа, может быть, через два, но, как положено, пять часов. Я, в общем-то, выдержала пять часов и периодически их помешиваю. Сейчас я их просто хочу достать, выполоскать и посмотреть уже конечный результат. вроде желтых пятен. Сейчас я не вижу. Вот я брюки исполоснула. Вроде бы, они мне кажутся беленькими. Вот такие вот. Ну, теперь я думаю, что надо их высушить, и только, когда они будут сухие, тогда уже можно будет уже точно сказать, что они отбелились. Но, вроде бы, я пятен сейчас не вижу. То есть, они белые, без желтых пятен, как сейчас я, насколько вижу. Все, пойду сушить. В общем, девочки, брючки высохли, но они стали светлее гораздо, чем были. Я просто вижу. Но местами все равно остались такие вот желтые разводы, но они уже посветлели, стали какие-то светло-желтые. Их, в принципе, едва видно, но все-таки видно. Поэтому я решила, что их нужно повторно еще раз попробовать отбелить. Если уже повторно не получится, но я сейчас возьму другой рецепт с отбеливателем. Не знаю, как вам показать вот эти желтые разводы. Видно или нет? Наверху они вроде их и нету почти, вроде как чисто белые. а вот вот здесь на брючинах наверное видно вот эти желтые разводы есть. В общем, сейчас беру другой рецепт и буду делать второй рецепт и повторное отбеливание. Если не получится, значит все, брюки на вырос. Опять закипятить надо воду. Только теперь уже будет не хозяйственное мыло, отбеливатель, стиральный порошок и растительное масло. Пока закипает вода, я решила приготовить заранее смесь, кашицу. Вот здесь в тарелочку я положила уже две столовые ложки стирального порошка, две столовые ложки белизны, вот это не белизна, а это отбеливатель. Вот такой вот концентрат для белого белья. Две ложки отбеливателя этого положим. И две ложки растительного масла, ну любого какое есть, любое растительное масло. Сейчас я налью сюда немножечко воды горячей и размешаю. пока у меня вода закипает, но я в кастрюльке налила в кастрюльку 5 литров воды, ну как и в прошлый раз. Пока она закипает, чтобы вот эта смесь немножко растворилась. И потом волью это все в кастрюльку. Ну что, водичка моя закипела, вот эту кашицу я сейчас сюда выливаю. Все перемешали и будем опускать туда брючки. Ну в рецепте написали это можно оставить на ночь, но я заметила, что смысла нету оставлять на ночь. Если это конечно вы делаете вечером, то ничего страшного, пусть ночь постоит. Но если это делаю с утра, то уже когда вода остыла, уже держать там вещь смысла не имеет. Поэтому несколько часов пока вода не остынет достаточно будет, чтобы уже понять есть результат или нет. Все, я сейчас закрою это крышкой и пускай стрель. Буду периодически помешивать. Девочки, прошел уже целый час, ну и я как бы не вижу особо прогресса, может быть просто пока не видно. я решила уже как бы добить это дело до конца и поставила на плиту, поставлю сейчас режим подогрева, то есть поддержание горячей воды, чтобы она не кипела, не бурлила, но чтобы она часик постояла прямо в кипятке, потому что вода остывает, может быть реакция заканчивается. мы посмотрим, что дальше будет. что мои хорошие, вот эти штаны я уже честно говоря замучила, в общем я сейчас довожу до кипения, они вот уже закипают, потом выключу, дам им постоять еще часик, а вообще вот эта процедура уже два часа у нас длится, ну мне кажется они побелели, просто сейчас вот не видно, а когда они высохнут тогда видно, в тот раз мне тоже показалось, они побелели, но оказалось, что не до конца пятна остались, в общем закипает водичка, да я вижу как водичка закипает уже, сейчас я выключу еще они постоят может быть с полчасика и тогда я буду их полоскать, повешу их сушить и потом посмотрим, девочки брючки я выполоскала и вот сейчас я их выжимаю, хочу не знаю вы видите или нет такая ткань видите какие-то пузырьки прям как водоотталкивающая ткань у меня такое впечатление, что это водоотталкивающая ткань вообще здесь какой-то сплошной стрейч это она такая ткань была это не то чтобы она стала хочу вам сказать, что на мой взгляд вот сейчас мне кажется что они отбелились полностью но это будет видно уже результат полный только будет видно когда они высохнут потому что в тот раз мне тоже казалось что они отбелились а когда они высохли тогда уже было видно что там немножечко еще есть желтые разводы вот сейчас сейчас я их не вижу этих разводов но посмотрим когда высохнут будет видно девочки ну вот брючки высохли я смотрю они прямо побелели я не вижу уже здесь никаких разводов в общем-то они стали уже беленькими но вообще у них свой цвет он не чисто белый а такой немножко кремоватый но цвет однотонный и он осветленный в общем я довольна могу сказать что отбеливание наконец-то удалось что мои хорошие эксперимент наконец-то закончился я замучила эти штаны видео можно вообще смело назвать замученные штаны но они наконец-то побелели смотрите какие они беленькие и совершенно без пятен в общем пятен тут уже нет отбеливала их получается уже три раза то есть первый раз я отбеливала их белизне это было еще неделю назад и тогда появились желтые пятна желтые разводы и вот сейчас я уже два раза отбеливала мне на это в общем-то два дня ушло вчера лежали они целый день там часов пять потом сохли в общем посмотрели что еще немного разводы видны а сегодня я уже второй рецепт использовала который из интернета и в конце концов добелила их до конца и теперь они уже совершенно белые штанишки можно их теперь носить ну я рада я не знала получится или не получится но я рада что в конце концов мои труды мои усилия все-таки завершились успехом штаны я реанимировала и можно их еще носить но вообще я хочу сказать что вообще сложно конечно все эти обеливающие скажем так рецепты безусловно они подходят к белым тканям которые из хлопка трикотаж хлопок но это это даже не синтетика я даже не знаю как назвать эту ткань это сплошной стрейч и даже когда я их отжимала эти брюки там прям вот так капли стекали знаете как стекают по стеклу какая-то ткань не знаю даже какая как ее назвать то есть это вообще на ощупь как будто резина что-то такое непонятное ну и все равно тем не менее они отбелились и я очень рада в общем на этой позитивной ноте хочу закончить свое видео всем кому видео понравилось кому было интересным полезным ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан и до новых встреч пока-пока пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok